Итак, вопрос был, как вырезать часть модели геологической для того, чтобы потом ее использовать в ГДМ. Вообще тут есть два варианта. Либо мы делаем секторное моделирование, где вырезаем уже из гидродинамической модели сектор и передаем граничные условия типа давления или насыщенности или сразу перетоки между ячейками. Но это в другой раз рассмотрим, а сейчас просто покажу топорный метод просто вырезать часть грида. Вот где-то там в предыдущих туториалах мы сделали модель, построили цветные кубики. Теперь мы хотим какую-то часть вырезать. Для этого можно перейти в 3D-грид, настройки, вкладка Output. И здесь можно такую галочку поставить Use Cell Index Limits и, соответственно, минимум, максимум указать. Это значит, что он вырезает новый сектор, новую часть модели между вот этими индексами оригинальной модели. Также можно эти индексы получить из глобального фильтра, который мы в противоположном направили. Вот здесь тоже есть у нас индекс-фильтр. Мы его можем настроить и туда импортировать. Также можно использовать полигон, замкнутый полигон. То есть нарисовать его каким нам надо образом. Не просто квадратное, да, 50-100, 50-100, ну, не там прямоугольное, а уже с какими-то там кривыми границами. Но для этого нужен полигон. У нас, у меня такого образа нет, у меня тоже такой квадратный прямоугольный полигон. Но, в принципе, его не трудно создать. Уже все видели на канале других видео. Поэтому можно такие кривые границы тоже использовать. Все. Указали ему лимиты. Кликаем global, копии global grid. Хлоп. И в подкладке модели у нас должна появиться новая вот part of 3D grid. Часть 3D grid. И она будет прям в этой части, которую вы скопировали. Вот так. Без всяких там границ двух условий. Ничего, просто статические свойства, да. Копируют все свойства, которые у вас только были. Большая модель. И все переходят сюда. Дальше уже можно эту маленькую модельку. LDR, локал грид рефайна. Или уже в таком сразу виде. Маленькая модель. Идти в рефайна с научным кейсом. И уже использовать ее здесь. Основные для новой модели. Скважины, стратегии. Помним, они к 3D grid не привязаны. Поэтому мы готовы использовать большие модели. Если вдруг скважина не попадает в маленькую модель. То просто для нее в шестерстве шедо у нас воздастся. То есть он ругается, скажет. Ай, скважина не попадает в сетку. Ну и что. Но ее значит не будет в GD. Как-нибудь в следующий раз мы смотрим уже в секторной модели. Там чуть-чуть подольше. Чуть-чуть побольше действий. Но уже будет такой, что мы сможем границу с длинностью.